Наверное от начала раунда Бой начался Шеннон Брикс сразу пошел вперед Он понимает, что у него не так уж и много времени У него не так уж и много раунда Шеннон Брикс будет поддавливать Однозначно в первые раунды он будет Более активен и будет стараться Зажать Ибрагимовым вакканатом На ваш взгляд то, что Султан Левша больше проблем Доставит Бриксу Я думаю для Брикса это не имеет значения Он готовился против Левши У него достаточно большой опыт Я думаю боксерский и работаю против Левши Так что он не имеет Для боксера такого уровня Разницы против кого он боксирует Правосторонние или левосторонние стойки боксера Пока что не очень активен Султан Но понятно он присматривается к противнику Он ждет Что может предложить сам Брикс Брикс вот стойка классическая У него для него классическая Руки на уровне пояса Даже не пытается Еще 10 лет назад Именно так он и против Джорджа Формана И против Франца Бота Бот и так же абсолютно он дрался Так же абсолютно стоял Это его стиль Я думаю что вряд ли Боксер Каждый из боксеров имеет стиль И не меняет стиль В ходе своей карьеры Улучшает свои технические Может быть качества Улучшает Какие-то комбинации Но его стиль остается Это заложено Заложено тренером Заложено школой бокса И заложена Может быть генетическая предрасположенность И каждый боксер имеет свой почерк К положительным карточкам Брикса Еще можно отнести Что в принципе он в ринге Боксер спокойный Если его не ломают Вот если он не нарывается Вот здесь опасно Брикса будет использовать Самое главное не пропустить удар Султана не пропустить удар И не идти в обмен ударами И вот эти одиночные удары Отгоняют Брикса все-таки Хотя Султан пропустил Один из ударов Но Брикс взрывной И очень опасен первые раунды Самое главное Работать на ногах Двигаться Обстреливать С дистанции С дистанции И ни в коем случае Вот на мой взгляд Нельзя заставиться у канатов Вот в таком положении И не идти в обмен ударами Это очень опасно Внимательный Султан Вот он как раз держит стойку Держит руки высоко Я думаю нужно будет Нужно больше правой рукой Прощупывать Раздергивать Ну, спортсмены присматриваются К друг другу Здесь в первом раунде Самое главное не стартовать Самое главное Посмотреть Найти ключ Найти Найти ключ К защите К своему сопернику Почувствовать его На ваш взгляд Есть смысл Много работать В первом В первом втором раунде По корпусу противника Или же ждать Что Брикс устанет сам Я думаю Что было бы намного правильнее Султану Просто Походить Просмотреть Раздергать соперника Не входить в обмен ударами И первые раунды Подождать пока Брикс все-таки Намашется Мы видели Очень много ударов Было по воздуху Которые не Не достигли Своей цели Затем Кондиция Функциональная Брикс Должен выдохнуться В следующих раундах После пятого раунда Можно будет уже Работать Более жестче Или более острее Со своим соперником Но сейчас Первый раунд прошел Второй раунд Ни в коем случае Не терять Концентрацию И разделивать На дистанции Быстрыми Одиночными ударами Брикс Неоднократно признавался Что до встречи С Сергеем Лиховичем Вообще не участвовал В подготовке К поединкам В спаррингах Что в общем Звучит несколько Удивительно Вот Как можно так Подготовиться К чемпионскому бою Не встречаясь С соперниками Похожими на Твоего противника Я думаю Что для Очень многих Американских Спортсменов Характерно То что Промоторы Предлагают им Боксировать За несколько За несколько Дней Или недель До боя И у них Ничего не остается Как принимать И условия Которые им Предлагает И промотор У Брикса Промотор Дон Кинг И Дон Кинг Очень сильно Не заботится О своих Подопечных А заботится О том Что был Любым способом Заработать деньги Поэтому Я не скучаю Что против Лиховича Брикс Готовился Всего лишь Несколько недель И не проводил Спаррингов Спасибо большое Благодарим Виталия Кличко Который Любезно Согласился Высказать Своё авторитетное Мнение По поводу Поединка Который мы Сейчас С вами Наблюдаем Ну и возвращаемся Конечно же К событиям На ринге Пока Султан Удаётся Уходить От Не слишком Частых Но От Резких Быстрых Атак Шеннона Брикса Брикс постоянно Держат в напряжении И теперь Я представляю Другого Гостя Степан Линдиел Продюсер Промоторской Компании Golden Grain Организатора Этого Поединка Добрый вечер Степан Ну по нашему Добрый вечер По Москве Доброе утро Уже конечно Доброе утро Москва Доброе утро Как пока что Тревожно За Султана Или же Вы чувствуете Себя спокойно Первый раунд Всегда тревожный Соперники Присматриваются Друг к другу И Брикса Как раз-то Ставка в основном Ранние раунды Но вот сейчас Немножко заставляет Султан Пятиться Брикса Не рано ли Или же Вот То что он будет Переходить Постепенно К активным действиям Это заложено было В плане подготовки На бой У Султана Нужно выждать Этот еще раунд Накануне Буквально Майк Тайсон Звонил Султану И Пожелал ему Удачи в бою И сказал что Брикс его боится И это делает Его еще опаснее И предсказуеме Вот то что О чем мы говорили С Виталием Что это действительно Как он выразился Яд Который может и лечить Но может и погубить Мы бы конечно надеялись На то что Страх Сделает С Шенноном Бриксом Злую шутку Там потихоньку Подбирает Нужную дистанцию И уже Один такой удар Прошел Пристрелочный Султан подвижнее Вот сейчас он начинает Делать то что В общем то И положено по классике Левше против правше Он заходит За переднюю ногу И он лишает Брикса Своего главного оружия Это мощного удара Справа Брикс недоволен Он показывает Что он недоволен Он показывает Что этот парень От меня бегает Что он не принимает Бой Но каждый строит Свой поединок Так как он строит И много говорил Очень много говорил Брикс перед боем Говорил на разные латы Что он устроит Из очередного русского Спутник Что он побьет всех Ну для него Все русские И Лихович И Чигаев Все И Владимир Кличко Все это русские боксеры И он Обещал запустить Больше спутников Чем запустил Советский союз Ну Султана это Сказал одну фразу Он сказал что Ну пусть говорит Я скажу то что я могу Скажу в ринге В общем то это абсолютно Правильная позиция Во первых Во вторых Когда человек слишком много Говорит Это свидетельствует О не очень стабильной психике Не очень стабильном Настроении Перед боем Потому что Раньше Шеннон Брикс Ну да он Мог Говорить Но всегда он был Более менее Рассудительным человеком Сейчас Что то у него Доломается И так Третий раунд Третий раунд По прежнему Брикс Сразу же занимает Центр ринга Но дистанция На мой взгляд Чуть-чуть Уже сблизилась Чуть-чуть И это Мне кажется Выбор Султана В данном случае Брикс по прежнему Еще опасен Мы еще видим Динамику Да конечно Еще на пару раундов Его хватит Но вот Опять-таки Лихович допустил На мой взгляд Самую большую ошибку То что Он отпустил Брикса Он не давал Он давал наоборот Бриксу восстанавливаться Он не бомбардировал его Султан Пытается бить Он бьет жестко У Султана Очень жесткий удар Ладно все-таки Не попасть здесь В размене Потому что Разница в весе Очень ощутимая 23 килограмма Разница в весе За ударами Султана Брикс не успевает Он их выдерживает Пока выдерживает И пытается После этого Дать сдачу Султан На ногах Уходит Здесь и важно будет Вот это соблюдение Нужное для Султана Дистанции Не застаивается В обмене ударов Ударами И тем не менее Тревожит Тревожит Беспокоит Джебами Беспокоит Левой Своей Очень мощным Ударом Шеннона Брикса Конечно же Этот поединок Не может быть похож На бой С Хавьером Морой Который пошел вперед И нарвался на Аперкот Султана Султан принял Вызов Здесь совершенно Другой вызов Хавьер Мора Это не Шеннон Брикс Вернее Шеннон Брикс Это далеко не Хавьер Мора Брикс взрывной Так и действует На взрыве Но Эти взрывы Становятся все меньше И меньше Пока Старается В основном Своей массой Оказывать давление И одиночными ударами Действует В одном Из Так скажем Материалов Посвященных Этому бою Американский Специалист Привел Три причины Почему Он считает Что Шеннон Брикс Должен Выиграть этот бой Одно из них Он Назвал Следую Брикс Любит идти вперед Любит Навязывать Бой Именно бой Обмен ударами А Султан Ибрагимов Любит принимать Такую манеру Такое впечатление Что не совсем понимал Автор этой Статьи О чем он говорит Султан Не то чтобы Любит принимать Встречный бой Он действует По обстановке Он действует По плану Он не действует Сумбурно И это Одно из самых Главных Качеств Султана Ибрагимова Именно его Это качество Отмечал И Джефф Мэйуэзер Думаю что сейчас Важно Вот как Если пойдет Дело Четвертому Пятому раунду Когда Брикс Немножко потеряет Свою свежесть Тогда Бой уже будет Принимать Уже нужный Для нашей стороны Характер Джейк Мэйуэзер Говорил что А Джейк Мэйуэзер Вот интересно Он И это Прадоксально В том числе Сам он Отмечал Что вот Ирония Судьбы Работал Когда-то С Шенноном Бриксом Тренировал Затем Работал С Рэем Остином Готовил его К бою Против Султана Ибрагимова И сказал что Очень хорошо Его подготовил Остин прыгнул Тогда выше головы Он провел Лучший свой бой И тогда В углу Был Джейк Мэйуэзер Джейк Мэйуэзер И Шеннон Брикс И Шеннон Брикс Тогда сказал После боя Остина И Султана Ибрагимова Что вот парень С кем бы я не хотел Встретиться Они очень хорошо Друг друга знают В одно время Они тренировались В одном зале Шеннон Брикс Тренировался В нашем зале Да Они знакомы Друг с другом И знают Сильные И слабые стороны Но В том то и парадокс Что Султан Он может строить Бой От противника Он может придумывать У Шеннона Брикса От противника Зависит мало что Он действует Так как он действует Он В своей манере Дерется уже Очень и очень давно И Наказывали его Не только Победу Когда был огромный скандал Отдали победу Именно Шеннону Бриксу Также в Атлантик Сильти Но в зале Тадж Махал Проходил этот бой Действительно Был скандал колоссальный Полетели головы Ну Конечно Фигурально выражаясь В судейском Судейской коллегии Хотя Джордж Форман По мнению специалистов Этот бой Выиграл Так что Послужной список Богатый У Шеннона Брикса 48 побед 42 нокаута 4 поражения Одна ничья Но кого он бил Он не побеждал Боксеров Высочайшего уровня Если не считать Вот Джорджа Формана Старого Постаревшего Которому было Которому шел Шестой десяток Сергей Лихович Султан обостряет Султан обостряет Он все чаще Запускает Выпускает Свою левую Он все чаще Переходит К атакующим действиям Он потихоньку Подбирает Опять таки Скажу Нужную дистанцию И здесь очень важно Как будет дышать Брикс Когда он начнет Уставать Вот этот момент Поймать Прочувствовать Совершенно верно И тогда уже Наращивать обороты Ну вот О том Об этой цифре Четыре раунда Говорится Чуть ли не во всех Источниках И тем не менее Американцы Почему-то на это Большого внимания Не обращают Это кажется Может быть Наверное Мне кажется Они понимают Это все Но Вы знаете Они хотят верить В то что Шеннон Брикс Отстоит честь флага Но мы видим Что он опасен Он опасен Он бьет справа И он готовит Эту руку Безусловно Но Опять-таки момент Вот в той атаке Которую вы сейчас Степан заметили По нашему движению По движению зала Столкновение Столкновение И не отходит Не отлетает От Брикса Султан Ибрагимов Итак Законченные Четыре раунда И вновь Я Интересуюсь мнением Экс-чемпиона мира По версии WBC Виталия Кличко Как вам То что вы Видели мы В первой Третьей боя Вы знаете Очень тяжело Сказать Боя равны Я считаю Что два из раундов Были за Шеннон Брикс Два Последних раунда Выиграл Ибрагимов Но в данном случае Путь Я насколько вижу Очень прост Для Ибрагимова Не стоит Ввязываться В обмен ударами Стоит Набирать Очки На Резкими ударами Может быть С двойными ударами Снова отходить На дистанцию Это у него Неплохо получается Иногда Он сокращает Дистанцию И Входит в опасную Для себя зону То есть Предпочтительно Работать Исключительно Издали На И на отходе Да Я думаю Что если он Так будет работать И В последующих раундах Он сможет Более Тизировать Своё преимущество Использовать Своё преимущество И снова Теперь уже Вот у нас Получается Такой интерактив Степан Линдьел Продюсер Промоторской Компании Golden Grain На проводе Вместе Мы Комментируем Этот бой Напомню Из знаменитого Зала Boardwalk Hall Что в Atlantic City Идёт пятый раунд Шеннон Брикс Чемпион мира По версии WBO Занял центра ринга Султан Ибрагимов Кружит вокруг него Уходя То в правую То в левую Сторону от себя Не давая Вот это самое главное Не давать Бриксу Начинать свою атаку А взорваться Тот может В любой момент Хороший удар Делает Вот он Правил Здесь важно Всё-таки Ещё Не Не форсируется Потихоньку Потихоньку Брикс Очень мощный парень Он выдерживает Удар Он даже может Специально Дать По себе Попасть Чтобы потом Значительно Большей силы Удар выпустить И может быть Действительно Стоит Раунд Другой Потерпеть Поддавливать Потихоньку Вот так вот Ясно Что желание У Султана огромное Он шёл К этому бою С большими Трудностями Были у него в жизни Это тема Отдельной беседы Конечно же Блестящий был Газур на 10 марта Блестящий форум И как трудно Вот это очень трудно Если человек Который отказывается От боя Он понимает Что он делает И что он не выбьет на бой Но когда Готовится противник И узнаёт в последний момент Руки могут опуститься Часто такое было Многие мне боксёры Российские Рассказывали Как это тяжело Когда Отпеняется бой Может не один раз А несколько Готовишься Готовишься Постоянно поддерживать себя В форме Очень сложно Но Команда Султана Ибрагимова Джек Мэй Уэзер И Все-все-все Кто работает с Ибрагимовым Как утверждают Довели До Блеска К этому бою Вы слышите Небольшое шуршание Это передаётся У нас Переходящий Микрофон И снова Виталий На ваш взгляд Не рано Сейчас ещё Несколько Форсировать события Султану Я думаю Что Султан Немножко пассивно Ведёт поединок Шеннон Брикс Находится у себя Дома И У него есть ещё Так называемые Чемпионские Пункты То есть ему дают Предпочтение Как чемпиона мира Поэтому Растыкивать 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 Не входить В опасную дистанцию И Я считаю Что этот раунд Тоже был за Султаном Он пока Ведёт И Вот Именно в этом ключе Немножко более активно Я думаю Что он сможет Уже Найти То чувство Своего соперника Которое Приведёт его В победе С высоты вашего опыта Как вам кажется Начинает уставать Брикс Тяжело ему уже Физически Вы знаете Брикс Вот В такой же скорости В такой манере Может проводить 12 раундов Он Не тратит свои силы На комбинации Он смотрит Он присматривается И ищет Любую возможность Где Может Контрак Сделать Контратаку Ну точно Такую же Контратаку Попался Легкович В прошлом бою Поэтому Султану Можно Свободно Боксировать Не ожидая От Брикса Взрывных комбинаций Единственное Не приближаться На опасную дистанцию Не оставаться На этой дистанции Долго И постоянно Расстреливать его То есть Беспокоить Всё-таки Своими атаками Да Это На мой взгляд Это единственный Ключ В победе В этом поединке И наверное Логично Предположить Что Брикс Будет наиболее Активен Скажем В первую минуту Раунда Каждого из раундов Согласен с вами Так как Брикс Выходит более свежий К концу раунда Мы можем Замечать Как он Немножко Устает И темп Скорость Сбавляет Вот Пережидает 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 Султан В опережение Нужно постоянно действовать Не давать Бриксу Времени на подготовку Своих атак Или же что-то другое Я думаю Что здесь Нужно не ждать Брикса Брикс не выдержит Высокий темп И самому Расстреливать У Султана Достаточно хорошая Скорость Достаточно Быстрые Взрывные комбинации На которых он может Входить Вот так вот И снова уйти Отличная Отличная комбинация И снова вышел Из опасной дистанции А Брикс Начинает Хватать Ртом в воздух Я думаю Что Султан Имеет достаточно Опыта И секунданты В углу Подсказали ему Путь Путь Победе Он действует Согласно инструкции Делает пока Все правильно Левая рука Все чаще Беспокоит Брикса Левая рука Султана Причем Никак он не может Угадать То по корпусу Начнет атаку Султан То тут же Перевод на голову Брикс уже тяжел Тяжел Но опасен Мы не увидим Быстрых взрывных комбинаций Брикс По такому же Самому стиле Будет проводить Пройденок Выжидать Выжидать момент Где сможет Он контраковать Султан Очень правильно Делает Вот здесь Не останавливаться Это опасно Было И снова Хорошая атака Одиночный Левый Подбородок Но Подбородок У Брикса Безусловно Крепкий Спокойно Спокойно Султан Как вам кажется Не стоит больше Заходить за переднюю ногу Шеннона Брикса Двигаться не В левую от себя Сторону А в правую Я думаю Что в данном случае Преимущество Работа на ногах Заходить влево Уходить вправо Здесь Ни в коем случае Не оставаться Не быть Стоящей мишенью Для своего соперника Это задача Султана Вот такие моменты Немножко Заставляют зрителей Напрягаться Но Султан вышел С честью Опередил Брикса Брикс улыбается После каждого раунда Мол ничего не случилось На самом деле Раунд Я проиграл Или же Это не Я проиграл Я уверен Что раунд Он проиграл На ваш взгляд Виталий Так ли это сейчас Да Этот раунд Был за Султаном Однозначно Из средств массовой информации Известно Что в данном поединке Шэнон Брикс Заработает 1 миллион 800 тысяч долларов Гонорар Султана Составляет Как претендента Только лишь 600 тысяч долларов Но я думаю Что ситуация Может измениться В обратную пропорцию Если Султан Будет продолжать Поединок В том же самом ключе В котором Он сейчас В котором он Отбоксировал Свой последний раунд В углу Султана Ибрагимова Знаменитый Марио Коста Друг И соратник Действительно Давний Майка Тайсона Майк Тайсон Очень С большим уважением Всегда Отзывался О Султане Ибрагимове Мой русский брат Он его так называл И Это не просто Какой-то Скажем так Пиар Ход Это действительно Дань уважения Султану Ибрагимову А это уважение На ринге Завоевал Султан Физически Султан готов По-моему Очень и очень Неплохо Я уже говорил В боксе Физическая подготовка Это не огромные мышцы Это не огромные Мускулы Которыми можно Внешне Произвести большое впечатление Самое главное Внутренняя подготовка Техника Спортсмена Воля к победе И конечно же Скорость Скорость Передвижения на ногах То что она Показывает сейчас Султан Перекрыт Султан Начинает атаку Чаще всего Быстрее Опережая Брикса Я думаю Что здесь Немножко не хватает Джеба Потому что Брикс Не способен У него нет Тоже самой скорости Как у Султана То есть Можно Правой рукой Гораздо чаще Беспокоить Не Не опасаясь Контратаки Встречного удара Я думаю Что Удар передней рукой Не занимает Очень много сил Очень быстро И Не сможет Точно такую же скорость Не сможет Не успевать Не будет успевать Шен Брикс Контратаковать Султана Брикс Он ждет Он ждет 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 Контратаки Брикс Не будет Сам Активничать Он присматривается Старается Выигрывать Старается Все-таки Найти Ошибку И Это вот Такое качество Есть такие боксеры Не то чтобы себе На уме Но это уже характер Он уверен в своих силах Он знает Что думает И что понимает Что он может Вернее думает Что знает Что он может И старается Это как-то применить Ничего он не меняет Сколько бы Времени Не проходило Сколько бы лет Не проходило Ничего В манере Шеннона Брикса Не меняется Шанс он получил Стать чемпионом мира В очередной раз И им воспользовался Вот такие Атаки Брикса Очень опасны Очень и очень опасны Вообще Не пропускать ударов Конечно же Невозможно В бою Но С Бриксом Нельзя пропускать Тяжелый удар А он сейчас Будет Работать Ради Одного Удара Он будет Обозначать Джеб И потом Выводить себя На правый На то Чтобы довернуть Весь корпус И послать Снаряд в цель И Это действительно Очень и очень опасно С одной стороны Семь раундов Позади Идет восьмой Два или три Точных удара Шеннона Брикса Мы видели Но каждый Из этих ударов Опасны И Супер Тяжелом весе Любой Может закончить Бой Досрочно Брикса У него разнообразный Если у Брикса Левый Правый Вылетает То Султан Может и апперкотом Работать И начать Атаку с корпуса Противника Может начать С передней руки Может сразу Одиночным В нужный момент Поймать противника Султан 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 Умеет Придерживаться Когда нужно Плана на бой Это очень важно Важно здесь Только уходить Все время С фокуса С Присела Брикса Не стоять Прямо перед ним Все время Двигаться Входить в сторону Да Вправо Влево На мой взгляд Опять-таки Я не знаю Заводит ошибки Я не претендую На Абсолютно Правильное мнение Но Больше двигается Султан В левую От себя Сторону Мне кажется Что если Больше движения Было вправо Бриксу Приходилось бы Еще труднее Но Здесь уже Султан Он больше чувствует Как ему нужно Я могу судить Только потому Что Видно На ринге Пока что Комфортно Совершенно Чувствует себя Султан И На мой взгляд Из семи раундов Ну Пять минимум Осталось за ним У судей Может быть Конечно Свою мнение Скорее Судей Наверное Будет Четыре Крем Да Вот То что Сказал Виталий Кличко Что У чемпиона Есть Дополнительные баллы При Прочих равных Победу Отдадут Всегда Чемпионы Хорошо Султан Завершение Раунда Осталось за ним То есть важно Также расставлять В каждом раунде Акценты Когда идет Свой угол После завершения Раунда Шеннон Брикс Это не Своим секундантом Он говорит Что с ним все в порядке Что меня совершенно Не достает Этот парень Что его удары Я не чувствую Это он говорит На камеру Это он пытается Своим поклонникам Показать Что с ним все нормально Зачем им это знать Секундантом Секундант и так Все видит И все понимает Настолько бурно Ему объясняют Что-то Как будто По ходу боя Он может что-то Изменить Или понять Они держат И пытаются Все время держать Тонус Потому что Если он чуть потеряет Тонус Он сразу же Потеряет Инициативу И Надо сказать Что в углу У Султана Абрагимова Мигель Диас Он работает Как катмал Вообще Это известный тренер Мигель Котта Который Скоро будет бой На единственный поединок Прилетел сейчас Буквально на пару часов Мигель Диас Девятый раунд Девятый раунд Две трети боя позади Шеннон Брикс Обладатель титула Титула чемпиона Мира в супертяжелом вести По версии WBO Султан Абрагимов Претендент Россиянин И мы очень надеемся Что Доведет До победы Этот бой Султан Но не будем говорить Гоп В этой весовой категории Один удар Одно неосторожное движение Может Полностью изменить Или рисунок боя Или исход боя Поэтому Все еще Напряжение есть И Как говорится Не все вопросы решены И Я еще призываю Обратить внимание на то Что в супертяжелом весе Большинство боев Сейчас идет С обилием захватов С обилием клинчей С обилием возни Ничего этого В этом бою Мы не наблюдаем Это действительно бокс Настоящий бокс По которому Так соскучились Зрители Султан нанес Один Второй удар Четыре удара Левый Два прошли сквозь Но их почувствовал Шеннон Брикс Безусловно Не мог не почувствовать Здесь важно Продолжать давление Но не заграбать Не увлекаться Не увлекаться Публика Если вы слышите Поддерживает Султана Ибрагимова И это практически На родине Брикса Брикс вот Изображает Понятно было Что вот он Изобразит Такое движение Удар в левый А потом пойдет На прямой правый Первый Брикс оказался Задат у канатов Ему тяжело Уже передвигаться Он теряет баланс При собственных атаках В том числе В принципе Бой идет Пока идет По плану Который Где-то был Вырабатывался В плане В штабе Султана Но все время Держим в голове И поединок Против Сергея Лиховича Там было другое Лихович не беспокоил Брикса И дал ему Сохранить силы Еще один удар Левый Правый Еще левый Окружение растает Да Сейчас Брикс улыбается Но улыбается Он через силу Удары он чувствует Султан Он чувствует Что он проигрывает Раненый зверь Конечно опасен И не нужно забывать Об этом Но В свою игру Играет сейчас Султан Он рассчитывает На один удар Слева Может быть Это рано Может быть не стоит Сейчас Это делать Но Султан Чувствует в ринге Ситуацию Лучше чем мы С комментаторских кабин Блестящий раунд За Султаном Ибрагимовым Брикс тяжело Пошел в угол В свой угол У него небольшое рассещение В конце раунда Еще пропустил Удар по корпусу Надо сказать еще Что Султан Ибрагимов Единственный Российский боксер Которого ведет Промоксер Компания Российская Промоксер Компания Golden Green Промоушенс И предыдущий бой Шимона Лавареса Это тоже был Первый американский боксер Который наша российская компания Golden Green Промоушенс Подписала И уже имеет Первого чемпиона Вот видим мы Атаку На повторе Султана Ибрагимова Попытка Контратаки Вялый удар Устал Брикс Он правый Не смог Вложиться Не смог Довернуть Даже корпус Вылетела рука Уже по месту С которого сошел Давно Султан Ибрагим Обратите внимание Ибрагимов Очень настроен Он даже Когда шел в угол Он Буквально Танцевал на месте Все в порядке Он спокоен Он настроен Лучше не придумаешь Но Это бокс И не надо спешить Никуда не надо спешить Левая Все чаще Прямая Левая Беспокоит Брикса По корпусу В голову По корпусу В голову Два раза Три раза В голову Перевод на корпус Он Триска Запускает Удар По корпусу Чтобы Еще Усложнить Задачу Брикса Конечно Брикс Делает Все то же самое Что и в начальных раундах Он занимает Центринга Он Старается Хотя бы Вот так Морально Оказывает давление Но Не хватает У него Сил и скорости На то Чтобы начать Свою атаку Он ждет Ждет ошибки Ошибки Не дожидается Сам ничего Показать Не получается У него Султан По прежнему Кружит Вокруг Брикса И снова Хороший Вот сейчас Мог нарваться На неприятости Налево И Брикс Оказывается На полу Нокдауна Не будет Но Это показывает Насколько он Разбалансирован Виталий Как на ваш взгляд Идет все К тому Что Брикс Не хватит Его на Даже 10-11 Раундов Или все-таки По прежнему Он опасен И Может быть Не стоит Тремиться К победе Нокаутом Я думаю Что В данном случае Султан делает Все правильно Он наращивает М Наращивает Комбинации Как С использованием Обеих рук И как претендент Он должен Доказывать Своё преимущество Мы видим Насколько взрывается Зал в поддержке Его комбинаций Тем не менее Брикса Не стоит Недооценивать Он опасен И в обмен С ударами Идти не стоит Так как Преимущество Большое в массе И Брикс Знаменит Своим сильным ударом Опасно Опасно Сейчас удар слева На этот раз У Брикса Прошел Но это Одиночные Одиночные вспышки Султан передвигается На ногах И делает все правильно Передвигается на ногах Не оставаясь Не будучи Стоячей мишенью Он сможет Обстрелять Брикса Поджимать его Я думаю Что последние раунды Брикса Как я уже говорил Исходя из последних От всех поединков Которые Я уверен Султан изучал Брикса Кондиционные способности Будут Ухищаться И это может Использовать Использует Использует Султан Расстреливая Комбинациями Как вам левая рука Султана Ибрагимова В этом бою Очень неплохо Очень неплохо Я думаю Используя Левую руку Дальше Вы знаете Несколько раз Брикс был на грани Если бы были удары Чуть-чуть более точные И То Шеннон Брикс Мог бы оказаться на полу Ну вот в результате Он оказался Без нокдауна Конечно Но с другой стороны Шеннон Брикс Потерял равновесие Это свидетельствует Тоже об усталости И такое падение С высоты своих 124 килограммов Тоже бесследно Не проходит Да Сто процентов Человек потеряет Равновесие Это уже показатель Того что Он не в очень хорошей Кондиционной форме И подниматься Оказавшись на полу Снова подняться Это стоит очень много энергии Я вернусь снова К комментарии Сейчас немножко нужно Несколько слов Для немецкого телевидения Я извиняюсь Спасибо Виталию Ну вот приходится работать В новой В новой ипостаси Ну что ж Какие только Трудности Не встречались На пути Виталия Кличко И он их всегда преодолевал Итак 11 раунд Чемпионские раунды И мы надеемся Что чемпионом Станет тот человек В которого мы верим В любом случае Президент названия Чемпиона мира Султан Ибрагимов Против чемпиона WBO Всемирной боксерской Организации Шеннона Брикса Брикс Сдал Явно сдал Тем не менее Не забываем Повторяю это Вновь и вновь Один удар Может решить все Представляете Вот эту массу В один точечный удар В одно попадание Видит что делает Брикс Султан Ибрагимов Видит Читает его И не беда Что В контратакующем ударе Не попал точно Султан Не беда По совокупности ударов Он конечно же Превосходит своего соперника По точным комбинациям Которые он проводит За раунд Шансов У Шеннона Брикса Не так уж много Шанс по сути У него один Попасть по открытой мишени Значит Для Султана Самое важное Не потерять концентрацию Джеб не работает У Брикс Это понятно Что на джеб Он ставки и не делает Джеб это как бы Накрутка себя На атаку Этим джебом Он заставляет себя Идти перед А ему это делать Очень и очень тяжело Руки все ниже и ниже У Брикса Султан взял небольшую передышку В начале Раунда Мы видим В основном Такое позиционное Маневрирование Со стороны обоих Боксеров С другой стороны На чем хотел На чем хотел остановить Ваше внимание Хочется Хочется Зная Что ты победитель Что ты в общем-то Выигрываешь Хочется Малой кровью довести Дело до конца Но В том-то и Величие боксеров Которые становились чемпионами Что они не позволяли себе Расслабленности Не позволяет себе Ее и Султан Да Этот раунд Не такой Насыщенный Действиями Как Некоторые предыдущие Но Тем не менее Он Него Не отдал Да Какой Кто-то из судей Может отдать раунд Шэнону Бриксу Но Это По большому счету Если бы он не был чемпионом Было бы несправедливо Вряд ли Потому что Он Даже в последней Секунде раунда Он Встречный удар Который он нанес лево Он все равно Не достиг цели В концовке раундов Выигрывает Султан Практически всегда И вот Сейчас Через три минуты Все выяснится Три последние минуты Суммарно Суммарно По очкам Скорее всего Султан впереди Тем не менее Все Решится Сейчас Сейчас Мы подошли К самому Главному Историческому Событию Чемпионский Раунд Самый главный Раунд В карьере Султана Ибрагимова Серебряного призера Олимпийских игр Который заставил Помучиться с собой Феликса Савон И вполне возможно Что судьи могли принять И другое решение И кстати говоря В девяносто первом году На панамериканских играх Феликс Савон Нокаутировал Шеннона Брикса Во втором раунде Естественно Это все еще было В любителях А Султан Ибрагимова Практически В конце В Сиднее Практически Также Нокаутировал Практически Феликса Савона И только Огон И судьи спасли Его от неминуемого Поражения И это отмечал И Джефф Мэй Уэзер Когда Говорили ему Что ну как же Вот сколько противников Сильных Встречал на ринге Шеннон Брикс Того же Формана Того же Боту Вот Ленокс Льюис Жамиль Маклайн Но Сказал Джефф Мэй Уэзер Человек который выступал Профессионалов всегда Который Знает профессиональный бок Он сказал А Феликс Савон Феликс Савон Это величина Что сделал с ним Что сделал с Савоном Брикс И что сделал с Савоном Ибрагимов 12 12 раунд У нас Пожади Минута Две минуты Еще И Счет идет уже на секунды Мы тут начали Чуть не пальцы загибать Действительно смотрим на Секундомер Завершающий 12 раунд Двигается неплохо По прежнему Двигается неплохо Мы сейчас Очень часто У полусредневесов В 12 раунде Такого движения не видим Которое демонстрирует Султан Ибрагимов Султан отличается От нас Купи Кажелеса Именно Своей скорость С этими движениями Тем не менее Осталась Одна минута Практически Публика гонит Шеннона Брикса Вперед И поддерживает Султана Султан закрывается Он тоже готов На атаку Он тоже готов Заряжен на Активные действия Тем не менее Нужно быть очень осторожным Последняя минута Предельно Султан 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 удар короткий левая султан 20 секунд 20 секунд последние 20 секунд боя за титул чемпиона мира по версии всемирной боксерской организации шеннон брикс близок к тому чтобы потерять титул я не буду сейчас говорить что по судейским запискам все возможно это понятно но российский бой закончен ну что бой успешно никаких сомнений поднимает два пальца вверх виталий кличко все кто сидит вокруг ринга отдают должное султану ибрагимову отправляется мой недавний собеседник степан линдьел на ринг и ну что мы должны услышать цифры цифры сейчас решают все российские болельщики вы знаете в атлантик сити идешь по главной набережной по богу и слышишь русскую речь именно сегодня потому что сегодня очень много приехало людей из россии приехала с разных уголков америки россиян или тех кто когда ты эмигрировал чьи родители эмигрировали чтобы поддержать султана ибрагимова мы видим наши флаги российские на трибунах и вот сейчас проходит один из тренеров промоутерской компании golden grain и говорит что и new это значит новый чемпион мира это самое приятное что можно услышать ну что виталий я снова обращаюсь как чемпиону мира виталию кличко будь вы судьей были бы какие-то сомнения поменение экспертов информация изнутри 23 максимум три раунда выиграл жен брикс все остальные раунды идут султана ибрагимов и я думаю что мы сможем поздравить через несколько секунд или минут максимум нового чемпиона мира в тяжелом весе из россии виталий а вы даже когда в боях которые не заканчивались накал правда вас таких боев ты был всего один как себя чувствует боксер волнуется он перед объявлением даже когда чувствует что вроде как все у него хорошо несмотря на то что каждый чемпион имеет привилегию и которую отдают ему судьи но в этом поединке я думаю что однозначно никто из судей не посмелится отдать победу члену бриксу и мы слышим мы слушаем судейские записки 119 109 117 111 111 115 113 новый чемпион мира новый чемпион мира в супер тяжелом весе султан ибрагимов единогласное решение